Приветствую вас! Что-то заключается в том, что никакого негласного правила нет. То есть мужчина, он, конечно, делает первые шаги, но в рамках ВК говорить о первых шагах я бы не знал. Я бы не знал также и намерить вас убывать на то, что есть какое-то правило, что мужчина именно должен писать первым, потому что никто никому ничего не должен, нет отношения одного человека и его взгляды на других людей и на себя, есть отношения другого человека и его взгляды и отношения к себе и к другим людям. И то, что здесь есть, то, что вы описываете, это то, что вам не нравится поведение вашего молодого человека, вам не нравится, как он себя ведет, вам не нравится, как он формулирует, Формулирует ей, нравится, собственно говоря, то, что он от вас требует. И в этой ситуации вам нужно вести себя на самом деле спокойно. То есть мудро отвечать здесь. Знаете, мудрость это не то, что нужно здесь. Ответить правильно можно сказать, не пишу тебе, потому что у меня нет времени, не пишу тебе, потому что у меня нет желания и так далее. То есть спокойно ответить ему на его вопрос таким же характерным же ответом. Он говорит, почему вы не пишете, вы можете вбрать видео, а ты почему не пишешь. Например. И, собственно говоря, посмотрите, что он ответит вам. Если вы скажете, что у него нет времени, скажите, ну, если ты допускаешь для себя отсутствие времени для того, чтобы написать мне, то я допускаю для себя отсутствие времени, чтобы написать тебе. И все. Понимаете? Молодому человеку нужно дать понять, что вы не дадите себя в обиду, не позволите вытирать вам себя ноги, да, и не позволите обращаться с собой так, как будто вы там, я не знаю, все время только ждете, что он вам напишет. Но это неправильно. Ни к чему хорошему это, к сожалению, не приведет. И вы хотите ответить как-то мудро. Вы говорите, что вот как мне ответить мудро. Знаете, если ответить слишком закрученно, слишком мудренно для молодого человека, то это может привести только к тому, что он подумает, что вы очень замороженный человек и просто-напросто может вообще перехотеть с вами общаться. Вам желательно взаимодействовать с ним на его языке. Если вам нужно разговаривать с ним на языке этого человека, на языке, условно говоря, мужчины. Вот как он себя ведет с вами, да, так же и вы ведите себя с ним. И это будет, вообще говоря, правильно. Понимаете? Не пытайтесь касаться лучше, не пытайтесь его там в чем-то обвинять, не пытайтесь что-то ему доказывать, не пытайтесь выставить его на басмешище, выставить его каким-то там плохим и так далее. Это все ничему как хорошему не приведет. Мужчины не любят, когда их, да вообще никто не любит, когда их, собственно говоря, обвиняют в чем-то и, как бы, намекают, что они не правы. Мужчинам это не нравится никогда и никому, к сожалению. А если вы будете защищать только лишь свои интересы, если вы будете говорить, например, ну вот он скажет вам, например, почему вы так сухо, например, себя ведете, да, почему вы так сухо ему отвечаете, там, и так далее, вы можете всегда сказать ему о том, что вам не понравились какие-то вещи в его поведении к вам. Но при этом вы не собираетесь его менять, при этом вы не собираетесь от него ничего требовать, вы просто делаете до себя выводы и, собственно говоря, действуете так, как вам того хочется. И все на самом деле. Больше вам делать не нужно. Ну и не стоит думать, что это какие-то негласные правила. Очень многие ребята в ВК считают, что находятся в равном положении с девушками и ничему их, например, не должны, ничего, например, первыми делать не обязаны и, к сожалению, если такое убеждение есть у человека, то его не переделать. Единственное, что можно сделать, это придать мотивацию мужчине для того, чтобы он вел себя иначе. Но даже это, чтобы мужчина начал вести себя иначе, требует от вас определенных действий. То есть, например, показать, что вы можете от него уйти, что он может вас потерять. Показать ему, что вы там отстранились от него, что вы холодны и так далее, что вы ошиблись не в нем, потому что он такой человек, как он есть, а что вы скорее как-то поняли, что общаетесь не с тем человеком. То есть, вы задумываете, что вы общаетесь с одним человеком, а он оказался с другим. Вы просто понимаете, что это не тот, кто вам нужен. И все. Если вот так вот косвенно дать понять, что мужчина не прав, это может провоцировать изменение его поведения. Но если этого изменения не произойдет, значит и чувств к вам у него как-то колых нет. И если мужчина считает, что вы должны все время писать первой, то очень может быть, что вы и в жизни для него будете тоже все время делать что-то первой, а это не всегда хорошо. Среди концов, если вы никогда не писали ему первой, и если вы ждете от него, что он будет писать первым, то напишите ему один раз первой, напишите ему два раза первой. Но если вы видите, что он сам никогда первым не пишет, значит, ну, вы либо принимаете его так мое поведение, либо нет. Либо делаете то, о чем я вам сказал. Других вариантов у вас, в принципе, нет. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.